Пятый канал представляет Мужик, ты что здесь забыл? Просыпайся давай Опа Я вас поняла, спасибо Распишитесь Позже О, Косицкий Бурная ночь Эка, я считаю, это несправедливо У преступлений тоже должен быть рабочий график Да, мечтатель Водитель сказал, что он загрузился в Великом Новгороде И до Петербурга он ехал, не останавливаясь Значит так У нас тут деревянных дел мастер С доисторическим телефоном Документов нет, следов насилия тоже Мне кажется, все просто Какой-то бомж решил на халяву прокатиться в грузовике Как по мне, так дело закрыто Ну, по тебе, может и закрыто А вот это что? Что? А Чуть не забыл Понятия не имею, что это Но похоже, дорогая штука Вика, вот скажи мне Как им не холодно без шапки и без волос? Кому? Да нет Оказалось В Хасицке спать надо ночью Ну да Так, мне еще нужно было по документам Итак У нас труп неизвестного И, возможно, золотая коллекционная вещица В общем, сплошные загадки Что она? Не трогай ничего Ребята Это же гуру Под маслом Бхава Это что-то тибетское? Да Это Большой учитель Буддийской тантры Между прочим Оказал колоссальное влияние На тибетский буддизм Лев Романович Он действительно Вес из золота, да? Похоже, что да Я потом проверю На месте преступления Терся какой-то монах Может, из Тибета Я разобралась с мобильником жертвы У него афганский номер Необычный бомж, да, Сева? Но все звонки шли только сюда В Питер На телефон абонента Коржиковой Марины Михайловны Ну, если верить данным Где всего 16? Адрес есть? Угу Так, ну что С этой Марией нужно пообщаться Ника, а пробейка Музейной коллекционной базы Может быть, статуэтка крадена? А я сделаю запрос Нашим азиатским коллегам Нельзя исключать Что статуэтку Крали где-то у них Здравствуйте, Марина Коржикова здесь проживает? Что случилось? Майор полиции Берсеева Межведомственная рабочая группа Вы ее мать? Да Лидия Сергеевна Можно просто Лида Да вы проходите Спасибо Спасибо А что случилось? Здравствуйте Марина Скажите Сева Вам знаком этот человек? Господи Господи, это Миша Мой муж и Маринин папа Он умер, да? Золото Ограбление Страсти какие-то Это здесь, Гриш, страсти А у буддистов Покой и умиротворение Потому что живут они В гармонии с природой Ну, может быть И пьют чай Твой, подумаешь Мы вон Тоже чай пьем, между прочим Чай Это вот это, что ли? Ну, да В пакетиках Вы же смеетесь, Григорий Чай Это искусство Вы знаете, в умелых руках Он может и согреть, и охладить Возбудить Расслабить Правда? Правда? Научиться бы так Ой, Гриш, если вы научитесь Вам цены не будет Это Миша делал Для Марины А ведь его лет пять как не видели Он однажды просто сказал, что ему надо уехать И пропал Папа позвонил мне два дня назад Что? Мы разговаривали с ним два раза И сегодня утром еще Марина, почему ты ничего не сказала мне? Он сказал, что он возвращается Сказал, что все наладится Что все будет хорошо Так А чем занимался Михаил до того, как пропал? Бизнесом Сеть быстрого питания Может быть, у него были какие-то проблемы перед отъездом Или конфликты Да ну что вы Пишет, добрейшей души человека Переживал только много И думал Хотел, чтобы все было правильно По совести Марина, а вам отец рассказывал, где пропадал все эти годы? Нет? А вы простите? А мне он вообще ничего не говорил Мы с Лидочкой два года назад познакомились Вот теперь живем вместе Нас не представили Андрей Мизин Ник, вы установили личность погибшего Некий Коржиков Михаил Анатольевич Сорок пять лет Да Ну поищи все, что есть про него в интернете Жду А, Сев Тебе не показалось странным То, что этот Мизин Никаким образом не удивился Ни то, что нашелся Коржиков Ни что его убили Странно Я вообще не понимаю, какое ему дело до Коржикова Здесь чужие люди друг к другу Так, все, я хочу кофе Ну что, смотрите Смерть наступила рано утром В районе восьми часов утра В кузове грузовика Угу И это убийство Коржикова отравили Олег Романович, я не вижу, а чем? Ну, токсины Это не такая простая загадка Но Я не исключаю, что яднул Замедленного действия То есть Принял он его еще до поездки А ноги что, отморожены, да? Мм Там не только ноги Весь организм Говорит о том Что Покойный очень долгое время Находился в агрессивной Погодной среде То есть где-то в горах или в тайге? Да, возможно, варианты Лев Романович, а что по статуэтке? Сейчас по статуэтке Смотрите Это Это чистое золото Отлито кустарным методом Но судя по состоянию и составу краски Ей Несколько сотен лет Неплохо Итак Коржиков был с учредителем фирмы Два пирога Второй партнер фирмы Некто Чернавский Юрий Дмитриевич Пять лет назад к нему пришел полный контроль Как раз перед исчезновением Коржикова Ника, нужно обратить особое внимание на Мязина Андрея Это нынешний сожитель Лидии Коржиковой Все его передвижения Особенно не был ли он в последние дни в Великом Новгороде Вик, чего ты привязалась к этому Мязину? Ник, проверь лучше, есть ли еще что-нибудь на Коржикова Я и параллельно могу Так, Коржиков ваш Пять лет назад улетел в Индию Дальше след теряется По статуэтке тоже ничего Ни в музеях, ни в частных коллекциях Достаточно тебе кофе Опа Вика Да А ты права Мязин Андрей вчера утром взял билет на поезд И уехал в Великий Новгород И вчера же вечером вернулся Да чтоб тебя Вот видишь А Васьберг говорит, что яд не действует сразу Он мог вчера Коржикова отравить А сегодня вечером с семьей телевизор смотреть Ну что, значит будем брать этого Мязина Пока он не смылся В кузове грузового автомобиля Обнаруживают труп Михаила Коржикова Пять лет назад Коржиков уехал в неизвестном направлении И все это время не выходил на связь Свои подозревают, что Коржикова мог убить Андрей Мязин Нынешний сожитель супруги Коржикова Спасибо, спасибо Так Так Какого Вика Вика, ну-ка иди сюда Давай-давай-давай Посмотри, вон там Монах Кто? Монах? Весь в такой своей стоял монах Сев, какой монах? Тебе что, от недосы померещатся? Я все прекрасно вижу Вон Мязин куда-то намылился Андрей Андрей, остановитесь, пожалуйста Сев, Андрей Ну куда же вы, Андрей? А, это вы А вы думали, кто? Андрей Валерьевич Давайте сразу к делу Вы убили Коржикова Почему я? Ну, вы были в Новгороде Там встретились с Коржиком Подсыпали ему яд Ну и еще вы убегали от нас Я не убегал Мало ли кто тому вязался Я просто испугался То есть в остальном я был прав? Нет Мы позавчера с Марины поругались Опять Но она и ляпнула, что скоро отец возвращается Что сейчас на Великом Новгороде И через два дня переезжают в Питер И вы поехали туда, чтобы убить его? Нет же Я поехал только, чтобы поговорить Я хотел его на вокзале выловить У нас в семье только-только сейчас все устаканилось А тут опять эти эмоции, переживания Так, Андрей Валерьевич, это все понятно Коржиков Мне этот Коржиков всегда бесил Потому что чуть что не так, так сразу Миша сделал бы так, Миша сделал бы лучше Но клянусь, я его не убивал Ну, как мне вас в этом убедить? Сеф, а я ему верю Сидит в открытой позе Идет на контакт, ему нечего скрывать Да с ним-то все понятно Дальше где копаем? Нужно выяснить Зачем и куда пять лет назад уезжал Коржиков И про этого его партнера Какого? Чернозык Чернозык Ну все, приехали Всем пассажирам покинуть салон Сева, приехали Ку-ку, Сева Сева Ты живой? Готов, я готов Ну и к чему ты готов? У тебя сейчас встреча Какая? Со свидетелем Да я знаю Просто проверял, готова ли ты Спасибо, Людочка Итак Чем обязан? Вы помните Михаила Коржикова? Вашего партнера? Не только партнера, но и друга Ну разумеется, а что? Объявился недавно Мертвым Господи Что случилось? Разбираемся, Юрий Дмитриевич Разбираемся Расскажите, пожалуйста, о нем Как о человеке Каким он был? Замечательным Мы с первого класса дружили Не разлей вода И бизнес тоже поднимали вместе Тяжелые времена прошли Плечом к плечу Помню, по глупости влезут долги Перед бандитами Ну, понимаете Миха за меня впрягся По копейке нужную сумму собирал А вы не знаете, почему он пять лет назад исчез? Куда уехал? Может, в криминал какой-то ввязался? Миха? Не смешите Его и бизнес-то не особо интересовал Он все искал Духовного Какую-то свою гармонию Продать долю было его решением Мы все оформили Я выплатил полную компенсацию Насколько знаю Все деньги он оставил семье Я его, конечно, отговаривал Но Миха и слушать не хотел А это когда? Это мы с Михой 2014 год Первое стационарное заведение Начало новой эры Для нашего бизнеса Что у вас нового? Тань Время уже сколько? Хватит о работе Поехали домой? Нет, Дим Хорошо Рассказываю Нике удалось установить Что три года назад Коржиков засветился При пересечении границы с Непалом Хорошо Так, стоп А как она это установила? У нас нет границы с Непалом? У нас нет границы с Непалом Тим, а вы что, с ума сошли? Это может спровоцировать Международный скандал Я просто хотел сказать, что Мы тоже так допоздна работаем Работаем? Работаем Да, ну давай только не засиживаться Иду О, привет Привет Короче, Чернавский сказал, что Коржиков украсть не мог Но вообще непонятно, откуда у этого парня такая реликвия Ну да, вопрос, конечно, открыт Ты что, на энергетике подсел? А ты сколько их сегодня выпил? Не знаю, сколько-то Что с Мязиным? А, отпустили Вайсберг считает, что Коржиков выпил яд в шесть утра А Мязин в это время был дома Поэтому завтра он даст Официальное Выключение Да, дорогая Все, сейчас буду Косицкая, еще одна баночка И ты станешь настоящим детективом Иди ты, Персиева Со сверхспособностями Да Я уже бегу О, нихао, Дмитрий Владимирович Китайский что ли учишь? Ну, почти Попробуйте Целомудренного спокойствия Спасибо Что-то в твоем спокойствии Всякие бревна и листья плавают Гриша, я это не люблю Я кофе предпочитаю Олег Романович А я к вам как раз Привет Отчет по отравляющему веществу готов Отлично Что там в двух словах? Ну, что там Там целый набор токсинов Растительного происхождения Тибаин, эуфол, холкалоиды Слушай, это какой-то Тибетский сбор В худшем его исполнении Яд из составных частей трав Ну, Коржиков бывало не пали Там этого добра навалом Ну, безусловно Непал это вообще здравница Такого-либо трав Яд трав, кстати Я думаю, что яд Подействовал где-то Через час-полтора После того, как попал в организм Выпил яд Сел в грузовик Ну, и помер Спасибо Да не за что Я все-таки думала, что С семьей Коржикова Надо пообщаться Мязин, конечно, ни при чем Доброе утро, коллеги Прошу прощения за опоздание Начальство на ковер вызывало Ну, за что? За взлом базы данных Непальской программслужбы А я чего? Я ничего А вот мне все-таки интуиция подсказывает Что зацепку нужно искать В семье Коржикова Монахи! Вика, монахи! Вот зацепка А не какая-то там семья Стойте! Мы получили ваш запрос Да какой? Подождите! Где она? Так руки, Атолики! Вы, собственно, кто? Прошу прощения Меня зовут Парманант Я старший советник Консульства Непала в России Альнем Татьяна Андреевна Куратор отдела Давайте пройдем ко мне в кабинет И все обсудим Гриша, проводи, пожалуйста Пойдемте Татьяна Андреевна Нам бы его как-то допровозить Татьяна Андреевна Хорошая идея Да За мной Фигурка Падмасабхавы Более пятисот лет хранилась На северо-востоке Непала На монастыре Монахом, хранившим ее Ну, к сожалению, не нашлось места В Новом Тибете Но Как она попала к вам? Вам знаком этот персонаж? Это он ее привез? Вы мне скажите Знаете, до нас доходила информация Что некий русский вывез Несколько ценнейших реликвий За пределы Непала Сейчас я задам вам вопрос И ответ, который вы дадите на него Имеет большое значение А вот эти ваши монахи Из высокогорного монастыря Они вообще бывают здесь? В Питере? Здравствуйте Всеволод Косицкий Межведомственная рабочая группа Я бы хотел задать вам пару вопросов А, вы не понимаете Я сейчас объясню Я ищу монаха Он из высокогорного монастыря Такой лысый В оранжевые повязки Ну, как об Да вы тут все Как под копирку Вы понимаете Хоть слово Которое я вам говорю? Да Я из Астрахани Я прекрасно говорю по-русски Супер Что раньше не сказали? У того монаха Есть татуировка на шее Иероглиф изображен Такая? Вы издеваетесь? Ладно Сам найду Спасибо В кузове грузового автомобиля Совершавшего междугородний рейс Обнаруживают труп Михаила Коржикова Умершего от отравления Рядом с телом находят золотую статуэтку Принадлежавшую непальскому монастырю Свои подозревают Коржикова В контрабанде ценностей А монаха монастыря В убийстве Ради возвращения реликвии Ну неужели за все время пользования телефоном Коржиков лишь трижды позвонил дочери? Ника, ты уверена, что он больше никому не звонил? Эйка Я всегда себя проверяю по сто раз А тут проверять нечего Тем более тут было четыре звонка, а не три Марина сказала, что говорила с ним трижды Зачем ей врать? Может быть четвертый раз просто не дозвонился? Соединение было Минута разговора учтена Минута Подождите Минута ровно столько длится Автоответчик на мобильных телефонах Ника, а ты можешь Оперативно изъять эту запись? Сева Сева Да? Опять? Помимо и что прочим на ответственном задании Так А я вообще не знаю, как этот твой монах выглядит Это они тут Лысый! Сева Влад Косицкий, межведомственная рабочая группа Молчать не имеет смысла Вы подсыпали Коржикову ядовитые травы Так вы обращаетесь с людьми, которые перешли вам дорогу? Перешли дорогу? Коржиков украл у вас реликвию Статуэтку Эту Батмасхат Как ее? В общем, очень ценную статуэтку Украл? Ой, ну кончайте валять дурака Господин Шу Давайте вы сейчас признаетесь в убийстве И мы все пойдем домой Конечно, кроме вас Вы неправильно столковали ситуацию Мы сами дали Михаилу подмасам хаву Из чего такая щедрость? Охотники за ценностями грабят монастыри Михаил помог сохранить Вывесок из страны Он умеет договариваться с нужными людьми Почему посольство не в курсе? Коррупция? Приходится действовать втайне от властей Ладно, хорошо Допустим, Коржиков со всеми договорился Прошел все кордоны Дальше что? Отдать в наши общины Разные города Он прислал смс, где его встречать Оптовая база 105 после 9 утра Номер Коржикова Видимо, отправил и удалил Как и когда вы познакомились с Коржиковым? Он появился на пороге монастыря три года назад Искал покой Покой от чего? Он говорил с гуру О гуру в монастыре Но уезжал Михаил просветленный Сказал, осталось доделать одно единственное дело Я не знаю, какое Ты же говорила, не вяжется образ Коржикова с приступником Ну да А если этот монах вешает лапшу нам на уши? В его просветленной голове, конечно, сейчас все логично Вика, есть запись вон как Коржикова с автовеечка Марины Я напортачил, я совершал ошибки Ты не все поймешь, но я надеюсь, ты простишь меня Я все еще могу исправить Жаль, что шесть лет назад я не знал всей правды А когда узнал, проявил малодушие Я люблю тебя, доченька Про скаяние Вина Решимость Вывод? Что-то произошло с ним шесть лет назад Что сошло ему с рук И он ехал сознаться Шесть лет назад Это 2014-й? В 2014-м он вместе с Чернавском Открыл свой первый стационарный фастфуд Я видел фотографии с открытия И те же шесть лет назад их фирма Приобрела несколько кафешек на фудкорте у некоего Нечаева Да Сев, нужно ехать к Черновскому Поговорить с ним и понять, что связывает событие Которое произошло шесть лет назад И почему пять лет назад Коржиков так стремительно уехал Понял Да, вы правы Мы купили бизнес у Нечаева, расширили свою сеть А ничего странного по той сделке не припоминаете? Давно это было Обычная сделка А может Договор купли-продажи остался? Не нахожу, извините, мне пора Нет, потеряли Сумку забыли Работа Прошу Понимаю Людочка, до свидания До свидания Всего доброго Приятно было познакомиться Мне тоже Это снова я Людочка Тут такое дело Какое? Обронил ручку в кабинете вашего шефа А это очень важная и ценная вещь для меня Вы же не откажете в помощи нуждающемуся? Не откажу Тогда вперед Вперед Ну что у вас там, Севолод? Ну и пылища у вас там Горло что-то попало Воды? Да, пожалуйста Да Вам холодную или горячую? Теплой А может чаю? Нет, нет, спасибо Я уже иду Отлично А вот и ручка Вы знаете, она очень дорога моему сердцу Дедушка ею подписывал мой дневник И там в основном одни пятерки были Знаете, мне кажется, у нас в офисе Такие же А вот этого не может быть Их в Советском Союзе всего три штуки бывают Да? Так, Ника, что у тебя? Ну ничего подозрительного по фирме Коржикова и Чернавского найти не надо Сева Да, мы тебя слушаем Ну что, все в сборе? Тогда слушайте внимательно Я добрался до юристов, которые сопровождали сделку по продаже фирмы «Два пирога» нечаевым Коржиковым Так вот Хорошо В тот день В тот день перед отъездом Михаила Любые незначительные детали Подробности Ну, может быть, это важно Перед отъездом Миша просил не выбрасывать его коробку с вещами Так Принести? Конечно Я думаю, это папа тебе вез Держи Спасибо Вот 15-й, 5-й, 14-й Подождите 0-5-й, 14-й Через три дня после этого Михаил и Чернавский заключили договор о покупке сети фастфудов у Нечаева Вы что-нибудь слышали об этом? Нет Нет? А почему вы эти вещи храните? Это вещи вашего мужа? Знаете? Это не Мишин свитер А чей? Это Юрки Чернавского Вы уверены? Да, сто процентов Михаил Коржиков был отравлен при загадочных обстоятельствах Свои приходят к выводу, что причины кроются в бизнес-сделке шестилетней давности А все ниточки, похоже, тянутся к партнеру Коржикова по бизнесу Чернавскому Всего три дня разница между датами Они наверняка как-то связаны Да, Косицкий, слушаем В общем, информация у меня такая Нечаев лежит в психиатрической больнице в коме после третьей попытки самоубийства Так что поговорить с ним не получится, но зато мы можем залезть к нему в голову Нечаев вел дневник Косицкий, а вы что, украли его дневник? Татьяна Андреевна, ну если украл, то только текст Я его сфотографировал, честное слово Ника, лови Самый страшный день Врагу заковывание пожелаю Когда на моих руках умерла моя Настенька Кто в этом виноват, кто понесет ответственность Никто до сих пор не дал мне ответов Да, жесть Анастасия Нечаева, супруга Нечаева Была похищена, погибла спустя несколько дней Уголовное дело не закрыто до сих пор А когда ее похитили? 15 мая 2014 Как раз дата со свитера Друзья мои, я не знаю важно это или нет Но на свитере я обнаружил вот это вот Женский волос, крашеный Лев Романович, надо сделать сравнительный анализ С данными ДНК Анастасии Нечаевой, погибшей в 2014 году Понял Ника, а похитители требовали выкуп? Да, Нечаев заплатил, жену вернули Но она умерла, не приходя в сознание Тогда он обратился в полицию Ника, а сумма выкупа? 6 миллионов А что если у Нечаева похитили жену и требовали выкуп В размере 6 миллионов он стал спешно продавать бизнес И продал его в течение трех дней За те же 6 миллионов А если это Чернавский организовал похищение Нечаевой? А Коржиков про это узнал Наконец-то, для чего я здесь? Возникло пару вопросов, Юрий Дмитриевич Вы знали, что супруга Нечаева, у которого вы купили фастфуд, похищена? В новостях что-то слышал Вы были с ней знакомы? С чего? Разумеется, нет Очень странно А на вашем свитере обнаружили ее ДНК А еще вы говорили, что не знаете, где Коржиков И тут опять несостыковка Вот распечатка вашей переписки В ней Коржиков говорит, что он в Новгороде А вы, как хороший друг, предлагаете его подвезти Сказали, что будете неподалеку И назначили встречу в местном кафе В 5.30 утра Есть записи с видеокамер А вот это узнаете? Из этого пакета вы высыпали отравляющую смесь в кофе Коржикова Ваши отпечатки пальцев на нем не дадут соврать Нам повезло, что в кафе не успели вывезти мусор Коржиков хотел рассказать полиции о том, каким образом пропала жена Нечаева Точнее, о вашей причастности Вы не могли этого допустить? Она умерла от передозировки снотворного Вы не хотели ее гибели? Мне нужно было только, чтобы она заткнулась Наш с Мишей бизнес горел Огромные долги Выкупить успешного конкурента за бесценок было отличным решением Миха ни о чем не знал Все складывалось ровно, пока я не проговорился Тогда мы годовщину успеха отмечали Ну дела Ну, за меня О, а с чего это вдруг? А благодаря кому наше дело взлетело? Это ведь я вынудил Нечаева продать свой бизнес Каким интересным образом? А помнишь, незадолго до сделки я приехал к тебе домой Ну, ты еще сказал, что такой взмыленный Ну? Я тебе свой свитер отдал, попросил переодеться Знаешь, что это был за день? Как раз тогда жену Нечаева похитили Так он из-за этого свой бизнес за такие копейки отдал? Ну да Ты опала умел? Она же погибла Миха, ну клянусь, я это не планировал Ну, сдамся Кому от этого легче достанет? Что значит не планировал? Так, тот свитер Он у меня так с тех пор и валяется Я про него забыл Так вот, Юрец Если сам не сознаешься Я отнесу его в полицию Ну, Миха Я держал эту тетку на твоей даче Вот и думай Ты охренел В общем, уговорил его не рубить с горяча, а уехать на время Сказал, вернешься, будем вместе думать, что делать И вот он объявился Я надеялся его отговорить, но он Эти пять лет сильно его изменили Да, справедливость для него стала важнее дружбы Почему такой странный состав для отравы? Надо было на кого-то вину переложить Пусть, думаю, в Непале убийцу ловят И когда вы только успели съездить в Новгород и перебрать мусор в кафе? Ну, не совсем успели Просто заметили на записях с камеры, как Чернавский выбрасывает такой пакет А если бы не сработало, как бы вы Чернавского связали с убийством? Ну, Татьяна Андреевна, ведь все получилось Чистосердечное получено Так Уважаемые Отведайте Был красивый вход Целомудренная в акаханалии Ну, интересно Рискнем, попробуем Необычное сочетание Надеюсь, не как в прошлый раз Я тоже Был в прошлый раз? Можно? Я бы даже сказал, нужно, Гриша Это очень даже неплохо Я бы сказал, хорошо Потрясающий вкус Правда? Да Очень, очень Ника Совсем заработался Подушку, что ли, подложить? Пойдем отсюда Не забудьте свет выключить Ага Ника, поехали Пойдем, пойдем Пойдем Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...